я всех приветствую на самом канале решили себя побаловать купить проектор штука не дешевая но мы как бы пытались что-то выбрать более-менее и по цене и по качеству в интернете как бы начинаю смотреть в основном они обзорщики и эти обзорщики все время или же облизывают или же про все рассказывает практически все одинаково очень сложно его выбрать не знаю почему было в итоге как бы выбор пал на bintech k45 smart почему выбор пал на него потому что ну как бы из всей картинки которая у меня сложилась из всех обзорщиков которые есть в тубе что этот за такую цену а это приблизительно 400 долларов ну более-менее нормальный здесь 8000 элемент ну хотя как бы ну верить что там 8000 элемент я не могу но как бы по тому что я узнал из видео обзоров что как бы ну действительно картинка более ярко ну можно более-менее смотреть при солнечном освещении вот и очень хорошая сочная картинка хорошая цветовая гамма и плюс еще что мне понравилось то что при таком изображении как бы нет вот этого вот кадрирования что идет какое-то очень сложное изображение и с какими-то рывками сейчас мы его распакуем потом посмотрим что там в середине потом я его подключу попробуем как бы его на вот такой стене она немножечко такая знаете типа каранель но только внутри поэтому я не знаю как он будет выглядеть на этой стене и она немножко желтоватые вот именно попробуем на ней если вдруг будет как бы качество не очень туда придется мне еще покупать экран ну я надеюсь что на это с ней будет нормально ну что когда посмотрим к распаковке посмотрим что на середине потом мы еще послушаем какой здесь шум ну я тоже как бы смотрел сказали вроде обзорщики что шум от него не очень звук приятный ну как бы как сказать приятный для такого аппарата звук более громкий и можно что-то услышать при посмотрите фильмов кстати ремешок есть почему-то нам в магазине дали вот это вот еще кабель хотя мы видим в комплекте кабель есть они видимо не знали об этом еще у нас есть видео выход он сам расстраивающийся здесь ничего не нужно фокусировки по дальности ничего не требуется запах даже приятный как будто не китайский здесь уже китайский парень на вид очень приятный здесь как бы вот камеры какие-то или датчики которые будут нам помогать его чтобы правильно вы выставить чтобы фокусировка и вот по высоте даже не знаю будем пробовать или же сзади вот не хочется ставить вот если будет как бы искажать картинку потому что обычно они такой ценовой категории в основном они не справляются из правильных фокусировки и тогда картинка снизу и сверху получается разумно так в принципе ну сейчас будем пытаться его включать настраивать кстати нужно вредить первое чем я столкнулся вот так вот на вид кажется вот ну хороший качественный пульт ну правда очень легенький да на вкусе цвет но когда ты открываешь вот эту вот крышечку попахивает тут реально питающий почему потому что она открывается вот так вот вверх не как вам обычно в сторону и легко и просто да а вверх и с таким вот тут его попробуй открыть такое ощущение будто вот эти вот уши можно отломать поэтому как бы если вдруг себе будете покупать такой то знайте что она просто так вот вверх открывается и по идее поломаться ничего не должно но как бы для долго пытался его открыть потому что боялся чтобы ничего не отломать будем его включать не изобразил почему нам дали второй шнурок потому что здесь и европейские розетки и не вы пришлось покупать переходник но в магазине это продумано и дали нам шнурочек под ее европейскую розетку поэтому нам как бы приходи покупать не нужно ну что подключили мы этот аппаратик уже как бы протестировали месяц-два и уже есть какое-то впечатление и она как бы можно сказать очень двояркое и хорошее впечатление и очень плохое есть как бы небольшой недочерки ты когда его устанавливаешь в любом месте где бы тебе это не хотелось везде не хватает здесь вот две ножки которые регулируются на нормальную высоту здесь вот есть только одна ножка это на но она во-первых на малую высоту выключивается а во вторых она одна и при этом будет перекос в одну сторону и во вторую приходится как вы любите что-либо ну или же нормальные как бы если ты сможешь крепление там на потолок на стену тогда в принципе это решаем а так если где-то его ставишь этого не хватает потому что ты ставишь вот здесь вот на стол там на стол вот куда ты не поставил здесь низко хотя бы такая высота чтобы нормально было видно на на стену вот это первый недочет смотрим здесь одна кнопочка если вдруг тебя будет не работает смотрим вот есть и кнопка вниз есть по в стороны кнопки вверх нету плюс там ну кнопка домой там может быть еще здесь как-то можно что-то регулировать ну вот это вот большой недочет почему на данный момент я нашел очень большой недочет по программка может быть после какого-то будущего обновления это и справится но он очень сильно долго думает ты его только включил в принципе и думает он быстро потом пару раз там счет ты что-то пощелкал она начинает или двоить вот один клик а вот два клика или же она совсем не реагирует ты и он пытается написать сейчас будем пытаться писать что того чтобы найти в ютубе в итоге это невозможно сделать ты нажимаешь на букву или же не нажимается или нажимается дважды или же проскакивает или совсем не реагирует и вот это очень большая проблема с этим пультом очень много решает подключение мышки мышку подключили и в принципе с мышкой намного легче и за что мышкой нельзя прокрутить в сторону вот тоже вот когда ты в сторону нажимаешь на пульте программно и она идет в ту сторону если ты на мышке ты не можешь это мы услышали звук ну как бы я пошутил это звук был как бы вот этой вот полон очки на данный момент я купила к нему еще колоночку которая подключается по bluetooth очень хорошая колоночка и в будущем я сделаю на нее обзорчик она в принципе по цене столько же сколько и он вот здесь качество очень хорошие звук в общем вот я сейчас нажал но никакой реакции нет вот на данный момент что-то отреагировало на данный момент хочу сказать что у нас два окна и оба окна вот на данный момент солнечная погода и вот какое у нас изображение при солнечной погоде что интересно я думал что если ты будешь делать маленький экран то у тебя изображение будет более конце ярче нежели есть ты будешь здесь делать на всю стену но нет оно что на маленьком экране что на большом будет тебе вот вот такая яркость не знаю почему потому что обычно даже мазер там или фонарик если ты его фокусируешь в луч она обычно ярче стоит здесь она ярче не стоит вот при таком принципе хотя в принципе этот штамм и при солнечной погоде на такой стенке вся светлая комната принципе что-то видно далее давайте смотреть вот вот я нажимаю кнопочку назад ну ничего не реагирует что-то вот натыкал дальше вверх никакой реакции второй раз реакция пошла вот в сторону сторону видите никакой реакции нету здесь вот загорается а там вот только первая реакция пошла не знаю что это или с программой пульт в чем проблема на данный момент видите один раз нажал дважды пока прошло сейчас нормально и вот все время вот это вот такая вот очень неудобно я даже не знаю как вам сейчас текст писать и какой-то в ю тубе если как бы это невозможно сделать вот мышку а вот то что я хотел сказать сейчас подключишь мышку в принципе мышкой можно вот чисто по экрану ну чтобы сдвинуть вот этот вот ряд сторону ты мышкой этого сделать не можешь ты можешь сделать это пультом но он не работал вид на пультом можно сдвинуть сторону мышкой этого сделать невозможно это большой недочет так сейчас колоночку мы отключим послушаем какой звук отца прибора принципе у меня уставить и от него звук но колоночка это конечно ну и принципе я не знаю сейчас слышно или нет как работает сам прибор но очень так мне кажется слышно давайте коротко включу какое-то видео в общем я прикрыл вставни слава у меня они есть и вот так вот видно когда уже практически полностью вот сейчас попытаюсь написать из культа ну как бы думаю что это у нас не получится как мы видим куда-то убежала дверь выпущена прошла сейчас пытаюсь удалить в общем очень сложно сейчас я вверх урок нужно видеть нажимаю но ничего не происходит видно это еще более нормально не знаю почему но на видео он сейчас начал работать обычно он совсем не работает как западло на видео ты смотри как право мне уже две буквы ну в общем можете мне поверить на слово что она не работала давайте найдем какое-то видео допустим вот это да приветствую всех на своем канале как мы видим мои подписчики некоторые уже вот это загружение у нас и звук случайно вот решим показать каждый момент поживает мой трудик это у нас на 100 пациентов конечно было очень много в этот момент отсутствует в принципе конечно так будет интересно все время когда я отсутствую и что там происходит так мы сейчас видим нормально то есть свет включает еще что нибудь и вот когда я отсутствую если честно вам если сказать то что на видео мне кажется что передает немного лучше нежели по-настоящему я вижу глазом что глазом мой мозг кажется хуже нежели на видео изображение а пока я здесь все отлично вот и появилась вязка в данный момент на реке думаю давайте сейчас еще сделаем на весь экран на трехметровый и посмотрим какое будет изображение на трехметровом экране еще хотел сказать что вот настроечка когда он стоит там в стороне вот настроить идеально вот этим вот вертикали невозможно а вот она немножечко вот видно и заваливается вот туда или без заваливателя то вот сейчас вот я попытался максимально сделать чтобы было ровно но вот видно чуть-чуть вот здесь вот сюда вот выдвину и сюда завалено но там более ровно да чтобы сделать экран где-то 3.10 это нужно выставить его где-то 4.5 метра от стены на которую ты это все проекцируешь вот на данный момент вот я его поставил аж плотную к стене противоположной здесь на данный момент вот у нас 3.10 на 2.10 приблизительно экран вот проекцируем на берег, на стену в принципе вот так вот когда садимся из семьи то в принципе оно нормальное не сейчас мы тоже с плюсами автоматизм я фокусировал пройдет с пульта вот вот я смотрел на видео которое ты смотришь с телефона и с компьютера когда ты уже когда ты посмотришь видео которое записал с телефона этот экран то мне кажется что там изображение намного ярче и качественнее нежели ты смотришь на данный момент на стене своими глазами ну в принципе я не скажу что ужасное изображение но хотелось бы немножечко как бы качественнее на данный момент у нас открыты два окна светит солнце и вот максимальная яркость смотреть практически это невозможно или что-то видно ну мне кажется что даже видео на телефоне немного улучшает нежели ты видишь глазом глазом кажется что это смотреть невозможно да сейчас в принципе можем закрыть ставни еще попробовать чисто при свете который будет у нас из-за люстры в комнате ну вот вы собрались допустим застями и пытаетесь сесть при свете при детях дети чтобы смотрели нутик вы там общались и чтобы свет в комнате будет видно вот таким вот образом ну и тоже это большая проблема если он стоит внизу они прицеплю к потолку что ты ходишь и когда все будет перед на экране потому что он стоит в конце комнаты если ты хочешь как бы проистировать таким образом то тебе нужно его на потолок цеплять так что вот так ну конечно если смотреть его как выглядит в театре нет в полной темноте то в принципе смотреть не важно ну что будет это заканчивать видео зная какой есть здесь косяк из программного обеспечения я бы задумался второй раз покупать его или нет потому что все остальные здесь характеристики мне полностью устраивают даже вот это вот с ножками в принципе подложил все что угодно и нормально далее когда ты подключаешь к ноутбуку то 4К ты не получишь здесь как было Full HD так Full HD остается плюс когда ты подключаешь к ноутбуку почему-то видео остает немного тускнение я думал что там у меня ноутбук из шикарной 4К видео думал что он через него воспроизведет но нет он воспроизводит 1080 качество и все подключается к Wi-Fi в принципе быстро нормально без вопросов Bluetooth работает тоже шикарно эй в общем такой у нас обзорчик получился покупать его выбор за вами ну а я желаю всем удачи ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал всем счастливо до новых встреч